Всем привет! Добро пожаловать на канал КамАз Муа. Меня зовут Дима. Совсем недавно состоялся финал 14 сезона RuPaul's Drag Race. Кто не знает, это американское шоу, которое идет уже больше 10 лет. И в нем участвуют драквинс, ревнуются. Кто из них самая бойкая, кто из них лучше шьет, кто из них лучше танцует, кто из них самая театральная. И кто перевоплощается в звезду какой-нибудь лучше всех. При просмотре этого финала у меня появилось очень много мнений. И их же нужно куда-то девать. Итак, у меня сегодня целых два бодрящих напитка. Один для бодрости, это колдобрю, а другой для жажды. Но трубочка железная, только одна. Итак, я буду вставлять скрины. В основном буду обсуждать луки. Такая лукистка сегодня. Итак, первым делом мы встречаем королев, которые выбыли. Всех прям я обсуждать не буду. Если что-то меня зацепит, я скажу. Корнбред выходит в образе красавицы и чудовища одновременно. То есть она в этом платье. Не знаю, как принцессу звали. Жасмин, наверное. Или Аннабель. Мне кажется, Аннабель. И с рогами и гримом чудовище. Потрясающе. Она выходит с тити снаружи, с огромной розой. Просто вау. Вообще стоя. Идея, воплощение. Не поленила и заказала себе гримера, который ей наложил все эти накладки. Ну, по-любому так было. Не сама жена это делала. Вообще они там столько денег въябывали на все свои луки. Страшно представить. А там еще по нескольку надо. Нужно для видео, нужно для выступления, нужно для липсинга. Но благо я выброшу королеву. Им тоже это все нужно было, но они это не засветили. Потому что они не участвуют ни в липсинге, ни в чем. И так, короче, у нее прям все обалденно. Она сделала камин-аут, как транс-женщина, после шоу уже. И идет с гордостью, достав свои бубс. И еще и в костюме таком потрясающем. Вау, кто это? Вообще на всем финале, мне кажется, было такое задание. Референс. Биг. Нужно чем-то огромным отличаться. Хотя нет. Вот выходит у нас Колби Келлер. Хочется сказать. Отсылочка к моему любимому порно-актеру. Видео такое у меня есть, кстати, на канале. Керри Колби. Я запоминаю ее по Колби. И она пришла уже как транс-женщина на шоу. Никаких камин-аутов не делала. Выглядит охуенно. Просто Бейонси стоит за кулисами и потягивает лимонад. У нее очень крутой костюм. Там все по минимуму. Парик просто вообще шедевра. Шедевра. Икон. Монумента. Алтарь. Алтарья. Огонь. И она с собой немножко косплеит Таноса из Мстителей. Который собирал себе камушки в перчатку. И потом шелкнул пальцами. Вот так вот так. Это делать очень просто, когда делает Потап. Колби. Керри супер охуенная. Молодец. Вау. Очень секси. Очень красивый парик. И еще вон такого цвета ее кожи. Дальше у нас идет Джасмин Кеннеди. Вау. Очень красиво она сделала тоже камин-аут. Как транс-женщина после шоу. Нет, во время шоу. И она идет в огромном парике. Платье просто красивое вечернее. Парик у нее просто вау. Летящий. Там, мне кажется, париков 15 шито вместе. Без шуток. Не знаю, не чекала эти постфактум. Amgeria Paris Van Michaels. Что-то такое. Огромный костюм. Все классно. Вот Pudgeean Girl. Такая конкурсы красоты. Она молодец. В этом выигрывает. Идет неуверенно. Но мне кажется, у нее не настолько, типа, тяжелый костюм. В общем, там есть какой-то баланс. Не знаю, зачем такую арматуру. Но у нее это, в принципе, подходит. Ей симпатично сойдет. Ей пятюня. После нее выходит Боска. Еще одна королева, которая сообщила о своем транс-переходе. После шоу. Она идет следом за Акерией. Ахуерей. Вообще, имена не вспоминаю. Она идет следом за Van Michaels. Тоже в синем. И тоже у нее массивная штучка со спиной. У нее крылья. Крылья, которые выглядят плюшевыми. То есть, они должны быть суперлегкими. Но по ней видно, что она идет вот еле-еле. За этот лук вообще минус. Какая-то вот эта буква В. Вообще запрещенная в нашем государстве. У Дайя Бетти большой хвост. У нее просто, типа, такой нормальный. Перья. Вообще, перья это какая-то тема сезона. Тема финала. Прикольно все в одном цвете. Такая моногамочка. Леди Кемден выходит. Такой гибрид наездницы. И кареты, и лошади. Она все в одном. И она и БДСМ. Она и Золушка. Она и все, короче, вместе. Блядь. Кони, люди. Все смешалось. Прикольно. Она, кстати, вот про Биг. У нее ничего нет, кроме... А, у нее очень длинный хвост сзади. Тоже его видно только, когда она разворачивается. Прикол. Уиллоу Пил. Еще одна у нас женщина, которая сделала камин-аут как транс. Потрясающий просто сезон, который открывает глаза. У нас в итоге выходит Боско. Женщина похожа на Алису Эдвардс. Уиллоу Пил. Корн-бред. В общем, у нас, типа, четыре человека камин-аут сделали. Такое. Тракрейс освобождающий. Итак, у нас появляется Рупол. Рупол спускается на огромном вере и шоколадок. Только сейчас заметила. Долго спускается. Мучительно. Сладко. It's chocolate. Вау. Эффектное появление. Мама молодец. Платье. Это какое-то платье, худи, кафтан. Все в одном. Огромная прямая ткань, из которой торчат руки. Прочатки прикольные. Наверное, очень сильно вспотело. Там показывают всю церемонию. Такая фист, файтерша, пламперша. И в канализацию, и на вечеринку. И этот провести финал. Парик это тоже не понимаю. Чисто белый цвет. Ну, он как-то дешево смотрится. Укладка какая-то тоже небрежная. И вот это вот кусочек блестящей ткани. Вообще не мое. Не обо мне. Что удивительно, кстати, она не переоделась ни разу за шоу. Я бы... Я бы ебанул. Там медгаус, собственно. Я бы там раз за три бы точно это. Плащики, блядь, поскидывала бы. Выходит Мишель. Ну, Мишель базовая. Она на само судейство чаще надевается наряднее. Тут у нее такой белый брючный костюм. Она супер обычно выглядит. Вообще супер базовая. Ну и пошла она. Она вручает Руполу ключи от Лас-Вегаса. Я немножко пропустила, в чем этот... А, апрель 22-е. Теперь будет днем Рупола. В Лас-Вегасе, я так понимаю. У нас это будет Пасха. Анджерия ее зовут. Не Акерия. Как? Я не могу это запомнить. Анджерия у нас выходит в таком большом... Такой большой губке. Сразу же ее сбрасывает. И там у нее такое, типа, кэтсют это можно назвать. Комбез, короче, такой. Боди. Ну, обычно. Очень обычно. Парик классный у нее этот. Она очень сильно рыпается. У нее камушки вроде не отлетают. Укладка не разваливается. Хорошие профессионалы. Я там застайлил. Вообще молодец. Насчет парика. Все, больше нечего сказать. Выступление супер базовое. Вообще ничем не удивило. Далее у нас Боска выходит в свой этот маленький клип, который перед выступлением показывают. И она в этом клипе находится в русском дизайнере. Кожа и кости. Они делают всякие секси прозрачные боди, лифчики, трусики с всякими этими камнями и железками. Я бы сдохла, если бы в Драк Рейсе в финале показывали бы мой какой-нибудь аутфит. Вау. Просто кожей кости. Апласс. И клоузап показывает, как она там кисточки теребитать. Давай выступай уже, сука. Песня там про демона какого-то написана. Или дьявола. И она выходит такая с очень много крыльев. У нее раскрывается маска. Вау. У нее вообще спецэффектов на каждом сантиметре. Квадратном. То есть как бы песня про дьявола, она приходит таким ангелом. У нее отлетают крылья потихоньку. Потому что их танцоры оказывается держатся спиной. Что за вообще-то придумываю. И все, у нее потихоньку отлетает, отлетает. Потом она срывает свои платья. И под ним такое дьявольское мини тоже платье. Со всякими этими щупальцами. Ой, с пастями. Мое единственное негодование, то что она шляпку не сняла. Я думаю, подойдет кто-то сзади там хотя бы и снимет эту шляпу. Ну потому что, если ты хочешь демона переобуться, перебывайся до конца. Ну ничего страшного, понимаешь, что там конструкция какая-то на батарейках, на этой реактивной силе. От нее вообще зависит твоя жизнедеятельность. Поэтому ок. Вообще, браво. Там какую-то шутку пошутили. Она эту шляпку опять закрывала. Ой, ну вообще молодец. Правильные гаджеты покупают. Нечего там всякие айфоны покупать. Покупайте шляпу с перьями, которая закрывает лицо. У Дайя Бетти тоже полный ахуй. И она там из-за кулис непонятно кем представляется. Выходит огромным жуком с огромным вообще пододеяльником. У меня пододеяльник меньше, чем вот эта ткань. Потом эта ткань улетает. У нее такие усики, сделанные из перьев. Они вот так красиво болтаются. Они не ломаются. Не понимают, насколько... Что это за птица такая? Крыльить. Потом она... Там нагибается, что-то нажимает. У нее эти щупальца вылезают. Которые из перьев сделаны. Парик ей так охуенно сделан. Ну, уложен. То есть он с камнями, с косой там какие-то. Костюм весь. Короче, у нее... О! Костюм немножко не моя эстетика. Ну, парик, эти усики, эти щупальца. Просто сдохло. Это потрясающе. Прям вообще вау. Воска соснула со своими белыми перьями. Вот какие надо было перья покупать. По-любому у одного дизайнера-инженера заказывали эти перья. Такой бизнес. Бизнес не на костях, а на перьях. Хватит лизать жопу Дай и Бетти. Давайте посмотрим дальше. Леди Кемптен. У меня при просмотре финала почему-то какой-то... Не то что краш. Она, мне кажется, такой притягательный. Это вообще камин-аут. Не нравится ее лук в клипе. Она какая-то all over place. Что-то и парик, и мех, и джинса какая-то непонятная. И выступает она, я думал, ставит, ну, эту точку, блядь, ставит, блядь, ставит свои фишки в казино на балет. В принципе, да. Что-то выплясывает. Ну, я не понимаю, там, что в балете хорошо, что плохо. То есть, для меня это не очень эффектно. И плюс она на таких каблучках базовых. И потом она, ну, ее чистят как картошку. Она срывает свою балетную пачку. И из нее вылезает такой обычный купальник с обычным розовым париком. Интересно посмотреть на Лиди Кемден, которая там всю жизнь выебывается какими-то разными луками. И тут она как бы пристает перед нами в парике. Такая просто куколка Барби, базовая модель. Ок, интересно. Посмотрим дальше. Блин, у нее драгмамы вообще парик как-то приклеен вот так вот. То есть, Лидия Роста, жесть. Я уверен, она очень там, это смешная и другим, короче, цепляет. Не париками, не хайрлайном. Итак, Уиллоу Пил у нас. Она выходит в таком огромном цветочке. Такое, зомби против растений. Приятные цвета, приятная пошивка. Только сейчас у меня появилась ассоциация с анусом. До этого не было. Ну, она, в общем, ставит всегда на выдумку, на креативность. Потом она срывает эту штучку, и у нее там появляются еще две головы. И потом она затирает юбку, и там еще ее лицо. Типа ее. Это очень сильно напоминает Иви Одли. Но у Иви Одли были зеркала, и это все выглядело намного качественнее. То есть, мне нравится этот костюм. Хотя он немножко похож на мебель, на штору. Но красиво. Он выглядит дорого довольно-таки. Но вот эти головы, я понимаю, что она, скорее всего, и сама их любила. Это не до конца вау для меня. Скажите, вот сука. Но мне не хватает какого-то качества в головах. Потому что, да, мне просто его не хватает. Мне, они, мне кажется, не похожи на нее. Но это лучше, чем у Леди Кемтон, естественно. Потом у нас идет такой перфоманс бывших участниц. Как-то рандомно их выбрали. Охуенная хореография. Мне кажется, это такая реклама. Приходите посмотреть наше шоу, ну, где они по миру все выступают. Очень круто. Они прям отточено, отпидорено все двигаются. Вау. Молодцы. Потом они дают дань Hot Chocolate. Это легендарная там Драквин, которая, ну, прям звезда. И очень известная имперсонейторка Тины Тернер. И Рупоу говорит, вот, давайте ее уважать и любить. Она суперзвезда. И Hot Chocolate сидит в зале и такая, спасибо, плачет. И, типа, я люблю тебя. Вау. Хорошо помнить и ценить тех, ну, всяких старых королев. Пока, пока не жил, а то, типа, обычно любят, знаете, помнится. Ой, никогда в жизни не слушала, блядь. Кого-то там, он умер. О, все альбомы купила. Все пластинки и это. Хорошая рубрика. Надо еще какую-то премию давать, типа. Хотя бы незаметность под тишкаткой. Ну, вот тебе 10 тысяч долларов, но спонсор просто охуенный. У нас выбирают Miss Congениальность. Для меня, если честно, это вообще никакой не титул. Это какой-то... Если бы я была на Дракрессе и не выиграла бы, и выиграла бы гениальность, для меня, естественно, это было бы вау. Но, в целом, для меня Дакрессе очень утешительный приз. Ну, прям очень. Они там дают деньги какие-то. Если бабки дают, вообще, типа, супер приятно. Итак, у нас выходит Симон. Про нее у меня огромное просто мнение. Вы помните Луки из предыдущих сезонов? Как королевы приходили награждать? Это всегда был просто ебейший космический, блядь, взрыв. Выглядели просто все на миллион баксов. Ну, я помню, типа, Бьянку, которая не особо там, ну, выебывалась в луках. Она пошла вся такая в пайетках, в кристаллах. Она прям вся кристаллайз, блядь, на хукапе. Саша Велюр тоже как-то прикольно приходила. Чачки приходила с короной, которая из ее головы вырастала. Там все просто так ебейше старались. Приходит Симон. Что она сделала? Она надела большой парик. Ок. Она идет в мокрой майке. На экране это читается, как будто на ней искусственная грудь. И на ней чем-то намазанная майка. Это так читается. И на ней джинсы рваные. Большие рваные джинсы. Только в Инстаграме. Ну, я типа думаю, что за нахуй? Ты куда пришла? Я понимаю, что ты там черную культуру, Даня, даешь уличная всякая мода. Как-то вот это все переплетаешь, твистишь, делаешь фэшн из того, что не фэшн. Только в Инстаграме случайно увидела, что эта майка оказывается залитой эпоксидной смолой. Или каким-то застывающим составом. Которое сделано... В общем, это как доспех. Armor. Джинсы все обклеены кристаллами Сваровские. Я этого не вижу. Я вижу этот... Короче, знаете, мне нравится, когда ты вкладываешь 10 копеек, но это выглядит на миллиард. Когда ты тратишь миллиард, и это выглядит на 10 копеек. В целом прикольный лук, но не для того, чтобы приходить на финал, как пошлая победительница. Без ненависти, но, типа, я... Я разочарованный. В этом сезоне у нас новое правило. Ру выбирает двух королев, которые будут липсинговать. То есть там не будет этого раунда бешеного, где... Все липсингуют по три раза. И у нас стоит Леди Кемпден в каком-то базовом с короной луке. Вообще, база... Это база. Это брейсмент. И у нас стоит Уиллоу Пилл в огромном пиджаке. Он супер помятый, но это смотрится очень оригинально. Очень прикольно, круто. И он еще такой черно-розовый, эмочкин. Она стоит такая бэйби в огромном пиджаке. Яс. Нам говорят, что в этом году вы получите другой приз. И в итоге они на 50 тысяч наращивают. И даже за второе место ты все равно получишь 50 тысяч. Вау. Кэш-ап. Вообще, какая-то букмерческая контора, на которую стоит обратить внимание, я так считаю. Короче, Леди Кемпден у нас такая королева. Ру очень смешно уходит. Типа, я сейчас вернусь, и она уходит, как выбывают участницы за сцену. Вообще, мне очень нравится жиш-сура этого финала. Я кайфую. Как-то все так коротко, емко. И при этом, типа, и луки заценили, и танцы посмотрели, и дань отдали, и трусики поменяли. Уиллоу-пил у нас как-то это неуклюже переодевается. Но, ну, я думала, что там будет под этим. Пиджаком. Что угодно может быть. И там были огромные штаны. Вау. Ну, тут она уже танцует, ну, типа, не танцующая королева. Ну, то есть, она как-то стебная, ну, типа, весело. Что-то нам преподносит. Леди Кемпден снимает плащаницу свою. Падает, повторяет свой трюк с ранвей, когда она упала и стала Фредди. И опять у нее однотонный длинный парик под ним. И боди. Ну, вот это я бы не стала повторяться. Уиллоу тоже повторила свой этот... А, то, что ты повторила трюк из своего легендарного там, из шоу. Заебись. Потому что Кемпден повторила свое падение. Это ок. Уиллоу повторила длинные руки. Окей. Но у Уиллоу там все новое, в общем, кроме этого. А у Леди Кемпден опять такой же парик. И такой же костюм по составу, как она вот в первом выступлении своем сделала. За это огромный минус. И, короче, у нас выигрывает Уиллоу. Такой вот спойлер небольшой. И получается 150к. Поздравляю. Все. Пока. Ой, было очень приятно попиздеть. Наконец-то. Своим голодом. А как будто я не своим всегда разговариваю. Вот, смотрите другие видео какие-то. Пишите в комментариях, что вы думаете. За что меня ненавидите. Вот. Увидимся в других сочных видео. С вами была Товара Сейл. Всем поки. Забыла. Пока.